Итак, это основы биржевой торговли. В данном видеоролике я бы хотел наглядно показать, как покупать фьючерсы, как фьючерсами торговать и в чем риски фьючерсов, а также поговорить про момент экспирации фьючерсов и какие контракты с какой дальностью лучше всего покупать. Вы можете, в принципе, войти в своего брокера, кликнуть на слово биржа. Я, откровенно говоря, пользуюсь двумя брокерами уже много лет. Они мне очень нравятся, эти брокеры, они шикарные. Не буду называть счет за брокером, потому что за рекламу, увы, никто не платит. Поэтому покажу наглядно вот в данном брокере, как купить деривативу фьючерса на акции или фьючерсы на сырьевые товары. Входите в графу биржа, вот видите, вот она находится внизу, биржа, она пишет, и вот красный кружок, биржа, кликаете, у вас появляется вот эта хрень, звезда. Далее, чтобы перейти на вкладку фьючерсы, вы вот эту ленту на вашем телефоне двигаете вправо, видите, написано размещение, акции, валюта, облигации, двигаете вправо, и у вас появляется вкладка потом облигаций на сторонах акций и фьючерсы. На фьючерсы давите, видите, в графе все еще биржа, и у вас появляются фьючерсы на природный газ, видите, зеленые. Вы дальше ленту листаете вниз на палладий, вот, появляется на серебро, на РТС, на марку бренд нефть, на пару рубль-доллар, еще пару рубль-доллар. Я вам скажу, в чем разница этих двух контрактов на ММВБ-индекс, на опять серебро, опять пару рубль-доллар, опять ММВБ, опять золото, опять нефть марки бренд, платина, природный газ, РТС и прочее. Ну, думаю, механику входа во фьючерсы вы уже видели, просто я это сказал максимально подробно, потому что многие вопросы задают, и да, это звучит сатирично, вроде как даже очевидно где-то искать фьючерсы, но решил наглядно показать, как вообще это делается, где их искать и прочее. Вот смотрите, фьючерсами можно торговать не только на сырьевые товары, но еще и на акции. Вот видите, тут находится фьючерс на акции Северстали, фьючерс на акции Сбербанка, фьючерс также на валюты, доллар канадский, фьючерс на Русгидр, фьючерс на НЛМК, фьючерс на Сбербанк, фьючерс на СМП-500, фьючерс, это вот для квалифицированных инвесторов, кстати говоря, на СМП-500, фьючерс на Газпром, фьючерс на Аэрофлот, фьючерс на Алросу, опять Сбербанк, СНП на ВТБ, фьючерс на Лукоил, фьючерс на Руснефть, фьючерс на ГМК Норникель, фьючерс на Яндекс, фьючерс на Сургутнефтегаз, фьючерс на Татнефть, фьючерс и на Магнит тоже фьючерс. В чем разница между фьючерсом и акцией? В том, что фьючерс это временный контракт электронный, временный дериватив, который имеет свойство экспирироваться, то есть умирать, простыми словами. То есть обратите внимание на даты, которые указаны здесь. Видите, NG 9.21, а UDU 9.21 это австралийский доллар, канадский доллар 9.21. Ну, например, PLD это Паладе 9.21 и прочее. 9 это месяц, 9 месяц, то есть контракт экспирируется в сентябре 2021 года. 9 это месяц, 21 это год. Где сентябрь 2021 года. Далее. Вот видите, то что бренд 11.21 это ноябрь 2021 года. РТС. Сентябрь 2021 серебро. Декабрь 2021 рубль-доллар. Март 2022 года рубль-доллар. Июнь 2022 года. Да-да-да. И даже есть годовые контракты. ММВБ. Сентябрь 2021 silver. Серебро. Сентябрь 2021 рубль-доллар. Декабрь 2021. ММВБ. Сентябрь 2021. Золото. Декабрь 2021. Бренд. Октябрь 2021. Платины. Сентябрь 2021. Газ. Природный. Август 2021. РТС. Декабрь 2021. Вот смотрите. Мой вам совет на самом деле, опять же по моему личному опыту. Никогда не торгуете теми контрактами, которые экспирируются в этом месяце. Ну вот например, давайте еще раз вернемся на... Вернемся вот на природный газ. Да? Который экспирируется в августе 2021 года. Проблема в том, что в них ликвидность падает. Соответственно, потом труднее продать становятся эти контракты. По крайней мере, на моем личном опыте. Вот. Ну, смотря опять же, какую сумму торгуете. Все везде по-разному. Это надо помнить. Соответственно, лучше торговать теми контрактами, которые экспирируются либо через 3 месяца, либо там к концу года. Да? Вот например, РТС. Есть контракт, который экспирируется, ну допустим, декабрь 2021 года. В нем ликвидность небольшая, но торговать им при желании можно. Но вот можно даже лучше всего торговать тем контрактом, который истекает, к примеру, говоря вот здесь вот. Сентябрь 2021 года. Они более ликвидны имеются в виду. То есть ликвидность теряет те контракты, которые экспирируются в этом месяце. И ликвидность имеется в те контракты, которые экспирируются в другом месяце, либо там через 3 месяца. То есть контракт, который экспирируется только через год, через полгода. В них ликвидность минимальна, соответственно, им очень трудно торговать. Это вот такой подводный камень, который необходимо помнить. Но на самом деле в чем привилегии этих фьючерсов? В том, что в них бешеная ликвидность. Например, на фьючерс индекс РТС проходит ежедневно сумма в 80-100 миллиардов рублей. Волатильность гигантская. Просто если вы спекулянт, там внутри дня, внутри недели как вариант. Либо внутри месяца торгуете фьючерсами. Это круто, я считаю, торговать ими. То есть спекулятивно имеется в виду. И фьючерсами только на сырьевые товары. Ну вот на валюту есть, на акции есть. Я, например, акциями на фьючерсных акций не торгую. Я торгую именно сырьевыми товарами. Ну вот, например, газ я пометил, палладий пометил, серебро пометил, РТС пометил, марку бренд пометил и валюту пометил. Вот ими я, не этими контрактами, а именно этими инструментами торгую в рынке. Контракты у меня другие совершенно. С погашением там в ближайшие несколько месяцев. Вот этот фактор необходимо учитывать. С точки зрения торговли, то есть как найти эти фьючерсы и в чем их подводный камень, я думаю, вы поняли. И повторяюсь еще раз, перед экспирацией их лучше не покупать. А, и к слову, там тоже бывают происходят манипуляции разные в цене. Вот, как торговать фьючерсами и так же, как и акциями. Вот один в один. Цена ходит на этот базовый актив, так же, как и по акциям. То есть технический анализ, волновой анализ, осцилляторы, например, уровни сопротивления и поддержек. Ну вот, например, я торгую активно в последнее время именно платиной. Вот цена пришла на уровень 1045 долларов за унцию. Это нижний грамм боковика, формация боковик. А верхний грамм боковика это 1090-1100 долларов за унцию. Я жду ее выше. Почему? Потому что тут проходит так же сопротивление плеяды скользящих средних, откуда цену потом будут возможно либо гнать вниз, либо на больших объемах цена пробьет на факторе девальвации доллара и пойдет выше. Тут, чтобы спрогнозировать дальнейший ход цены, необходимо учитывать все возможные макроэкономические факторы. Это индекс доллара, это макроэкономика американская, это внешняя конъюнктура рынка, сентимент, то есть там позитив или негатив, это технические анализы, волновое, осцилляторное и прочие виды анализов, которые я в своих обучающих видеороликах неоднократно показывал. Вот. Поэтому учитывать надо все возможные факторы. Ну и как итог, такое примечание, если ваша жизнь зависит напрямую на получение денег от рынка, вам торговать акцией вообще не надо. Вообще забудьте про акции. Если вы торгуете, ну то есть каждый день, с целью денег заработать, торгуйте лучше фьючерсами, вот на мой личный взгляд. А, и кстати говоря, по поводу фьючерсов на дневные клиринги. Дневной клиринг проходит в 2 часа дня, 14.00. Вот что касается стоп-лоссов, они бывает пропадают на клирингах, когда вот клиринг проходит, бывает пропадают, по крайней мере у меня так было, ну довольно немало раз, я бы сказал. И другой нюанс, запомните одно, то что фьючерсы имеют кредитное плечо. Оно небольшое, там условно говоря, вошли вы на 10 тысяч рублей, у вас будет кредитное плечо, ну допустим, на 1000 рублей. Поняли смысл, да? Небольшой процент, но оно есть. И, соответственно, запомните одно, что в момент рыночной волатильности иногда гарантийное обеспечение, оно же кредитное плечо, повышается коэффициент его. Вот, чтобы, как говорится, на этот капкан не попасться, в момент клиринга дневного, в 2 часа дня всегда наблюдайте, что происходит там в 14.10, 14.20, то есть что с вашей позиции по фьючу. У вас должен быть брокер, вам написано ГЭО, гарантийное обеспечение. Прям вот коэффициент должен быть написан у вас. Вот, просто запомните это. За этим надо смотреть конкретно. Просто у меня было такое время, когда мне плечо подняли, вот. Ну, я не то, чтобы на самом деле офигел, ожидаемо было, все-таки правила биржи, так или иначе. Но, как бы, когда цена пошла немножко против меня, я получил, ну скажем так, дозу негативного адреналина, назовем так. В моменте. Этот момент длился у меня буквально, наверное, секунд пять. Но такое бывает время от времени. Поэтому наблюдайте всегда за ГЭО, гарантийным обеспечением. Если данное видео было для вас полезным, можете материально поддержать наше народное творчество. Ссылки на наши реквизиты имеются в каждом закрепленном комментарии под каждым видеороликом в первом пункте. Это Донейшин Альерция и банковская карта. Соответственно, подписывайтесь на наши медиаресурсы, телеграм-каналы, наш инстаграм-канал и нашу ВКонтакт-группу, чтобы быть в курсе всех событий и при желании можете даже вместе со мной по рынку торговать. Я чаще всего сейчас торгую фьючерсами именно, поэтому все возможные сделки на сырьевые товары я публикую на канале Биржевик Сырьевой Рынок с припиской официальный телеграм-канал. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии нашей главной союзники. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok